Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Мы сейчас говорили, что Творец – это сила отдачи, любовь, совершенство. И чтобы создать Творение, он должен был создать его совершенным. Не достает ему, как говорится, с кем поделиться, кому дать. Как не достает корове возможности давать свое молоко, кормить, так и у Творца есть это же желание. Сила отдачи, которую мы видим даже в нашем мире. Теперь, для того, чтобы сотворить Творение, у которого есть тяга к этому, надо его сотворить в таком же совершенстве, как и Творец. То есть, у Творения должно быть понимание, осознание, ощущение, все, чего мы даже не знаем, что, точно все, как у Творца. Для того, чтобы дать Творению такую возможность, Творец отдаляет Творение на другой край, где у Творения нет ничего, кроме возможности начать постигать совершенство. Это мы. Не просто все Творения, неживой, растительный, животный уровень и люди. Нет. Те люди, у кого есть тяга, искра, как называется, к тому, чтобы искать Творца, искать смысл жизни. Для чего я живу, почему, в чем польза, в чем конец, как все это действует, что происходит во всем этом, где человек точно даже не может сформулировать тот хессарон, который грызет его изнутри. Этот хессарон, эта потребность, если она есть в человеке, то человек с этим хессароном приходит в группу. Мы это видим, хотим мы или не хотим, как каждый как-то в своей жизни прикатился, можно так сказать, из конца света и попал в состояние взаимосвязи с нами. И с нами у него уже дальше есть связь для того, чтобы прийти к Творцу. Каким образом мы должны установить взаимосвязь в виде группы, как мы здесь установили, мы сюда пришли под воздействием нашего желания. Под зарядом, вот как на подзарядке такой, как в электрическом поле, заряд, электрический заряд в электрическом поле. Как мы попали вот так вот, как эти заряды в электрическом поле, нас привело в то место, где мы чувствуем, что мы там можем себя наполнить. Вот как нам дальше нужно прилепиться к этому источнику, чтобы получить через него связь с силой отдачи, эту силу, саму продвижение. Какое отношение должно быть между человеком и группой, в которую он приходит? Первый вопрос. Как мы должны связаться с группой, тем, что мы должны наполнить, что нас привело сюда желание, как заряд в электрополе, когда мы чувствуем, что мы должны наполнить себя, как в дальнейшем мы должны слиться с этим источником и через него получить связь, силу отдачи? Какое отношение должно быть у человека к группе, когда он к ней приходит, в нее приходит? В сущности, каждый миг я раскрываю, что меня сюда привели. Но с того момента, как я действительно различаю, что я действительно нахожусь тут, в группе, я в таком легком осознании, мы должны видеть всех товарищей, всю группу, как совершенство, как группу, как совершенную, где все находятся в состоянии взаимосвязи. Все соединены, кроме меня. И надо просто исправить это восприятие, которое есть у меня. Это искаженное восприятие. И мои усилия все время пытаться вот так проникнуть, влезть, углубиться и жить в этом совершенном состоянии. Я тогда увижу, что все это искажение совершенно, полноценно. я прихожу в группу, и я понимаю, что я должен исправить свое отношение. подобно Творцу, который добр, несущий добро. Его отношение к людям есть любовь. И когда я прихожу в группу, я должен постараться относиться к группе, к товарищам в группе, как к Творцу потренироваться в изменении своего отношения. То, что у меня в мыслях пока, то, что я хочу, чтобы группа меня чувствовала как член семьи, как мать. чтобы чувствовала, что с одной стороны я должен ей то, что меня сюда привели, я обязан вложиться в нее, быть ее частью, большое обязательство. С другой стороны, она подкармливает меня. Даже когда я не очень хорошо себя веду, делаю ошибки, я все-таки еще дорог сын для нее. Все еще я совершенство, все время любовь во всем, что происходит, во благо или во зло. Человек, приходя в группу, он горит. В нем сильное устремление, желание. И он должен связать себя такими узами, чтобы все время находиться в рамках, которые вынуждали бы его обновлять, постоянно обновляться относительно цели, чтобы раз за разом он пользовался и держался этих средств и раз за разом проходил бы изменения. Заряд, чтобы дать возможность мне правильно устроиться, как поле хочет, чтобы я в нем был устроен. Для этого надо отменить себя по отношению к поле. Мы этим словом часто пользуемся. С другой стороны, в реальности желание получать, когда ты отменяешь себя, ты улетаешь вовне, вылетаешь. Здесь есть очень сильная точка работы внутри все время. Каждое слово, которое вылетает сейчас из моих уст, оно вылетает только после того, как я почувствовал объединение с каждым. Я не произношу ни единого слова, пока я сердцем не объединился с другими. Пожалуйста, поступайте именно так. Продолжайте. Спасибо. Какое должно быть отношение между человеком и группой, когда он в нее приходит? Какими должны быть взаимоотношения между человеком и группой, когда он в группу приходит? Когда человек приходит в группу, их он должен видеть буквально как великих, чувствовать это. Только при взгляде на них у меня есть внутреннее устремление к ним, тяга объединиться с ними, установить с ними связь. Буквально как игла и магнит. То есть двигаешь магнит и игла движется за магнитом. так и человек должен хотеть намного раньше, чем приходит в группу, большую подготовку проделать. И когда попал в группу, освободить свое тело и вот так вот быть вкинутым внутрь, закинутым внутрь. мы должны соединить все наши устремления, чаяния, все наши намерения и желания в единое особое совместное намерение, все время оставаться в нем в сочетании надежд, ожиданий, намерений. и всю мощь объединения мы должны направить на высшую цель, на связь с высшим. Насколько мы будем объединенными вместе, направленными на цель, чтобы цель была перед нами, перед нашим сердцем и разумом, настолько наверняка любой шаг, который бы мы ни сделали, мы не ошибемся. И если цель высшего насладить, а мы будем направлены на него, то мы сможем относиться друг к другу исходя из того, что нет никого кроме него. Если Творец привел меня в группу, если Творец сформировал для меня товарищей, передо мной товарищей, то как же я должен к ним относиться, к ним, к группе? Ну, непонятно? нет. Хорошо, объясните друг другу. Если Творец это тот, кто сформировал группу и меня привел именно в эту группу, именно к этим товарищам, каким образом должен я относиться к ним и к группе? человек должен относиться к группе как к приглашению, инструменту Творца, направленному для него, приготовленному для него. И это абсолютно отличается от того, к чему он был привычен до сих пор, как он привык относиться к любому обществу, к любой группе, все то, к чему он привык. И он должен понять, что он находится в нечто самом великом, что только может быть. И сейчас у него появилась возможность выразить свое отношение, внутреннее отношение к группе так, чтобы воспользоваться, соединиться с этим инструментом, этим кли, который заготовил ему Творец. Творец привел человека в группу, Творец устроил ему группу, и группа со стороны человека должна превратиться в место раскрытия, в то место, где за каждым товарищем он видит или по крайней мере старается видеть, подделывает усилия видеть Творца и ищет, буквально днем с огнем ищет, просит, умоляет получить рожь от товарищей, голову, мысли, желания от товарищей, а не свои, потому что Творец установил их и стоит за ними. То есть человек должен с одной стороны отменить себя, с другой стороны вложить себя полностью в них, потому что это то место вне человека, где раскрывается Творец. Человек не выбирал прийти ли ему в группу, но когда он приходит в группу, то он потом понимает, что это единственное место, где он может жить, и все, что ему остается, это потихоньку, постепенно выходить из себя в группу, так, чтобы группа ввела его, а не чтобы он руководил бы собой в этом работе и в этом весь его выбор. сейчас в каждом слове, которое говорят товарищи, в каждом объятии, когда обнимаются с товарищем, каждый взгляд, который бросаешь на товарища, мы обнимаем, насосмотрим и думаем о той силе любви, которая хочет нас внести внутрь, чтобы мы были вместе. И базисное отношение, которое есть внутри, есть осознание и благодарность, очень большая. Момент, когда мы это чувствуем или не чувствуем, это находится между нами, в нашем состоянии, в нашем событии, в том, что охватывает нас и заставляет нас вот так вести себя. Не достает слов по отношению к товарищам, надо искать, видеть эти моменты милосердия, хэсэда, чувствовать, как мы начинаем сближаться через товарища с этой силой. я очень хотел бы говорить исходя из силы объединения, а не из себя. будто бы ничего нет. Группа — это творец. Всё, что раскрывается, каждый товарищ, любое состояние, любая ситуация, это просто сила объединения между нами, это сумма наших усилий. Это то, куда мы должны поместить свой заряд подобно магниту, устремиться туда, притянуться туда. Но так же, как мы попали сюда, когда нас притянуло словно магнитом, мы сейчас должны самостоятельно создать этот новый магнит, намного более высокий, внутренний, так, чтобы мы все вместе тянулись бы туда множеством частей, собрались бы так хлоп в одно большое. Творец предоставляет нам поле работы, поле действия. Когда мы пришли в группу, он мне предоставил те вещи, которые чуть более удобны мне, чуть вещи менее удобны для меня. Точно то поле, в котором я должен действовать, поле действий. И я все время должен искать, насколько товарищи преданы нашему пути, присоединяться именно к этому, к этой точке. И вот так выстраивать общее совместное желание группа. Группа это мое отражение Творцу. Творец это нечто настолько великое, так просто увидеть это, оглянитесь вокруг, все творение, любой сантиметр, так легко увидеть это чудесное чудо, и насколько я далек от этого совершенства. Ведь некто совершенный должен и породить что-то совершенное. И вот он приводит меня в группу, он сотворил здесь каждого вокруг, и наверняка, абсолютно наверняка, он привел меня к выбору, который я когда-либо мог совершить. То есть он выбрал для меня тех людей, в точности в которых я нуждаюсь, он подобрал для меня людей, где каждый содержит еще миллиметр точку, то, чего недостает мне, для того, чтобы понять его, чтобы прийти к нему, объединиться с ним. И что мне остается делать, это просто положиться на него, поверить ему изнутри, сердцем, о том, что он точен, абсолютен, совершенен, и все, что он мне дал, это совершенство, и только я должен увидеть его через группу. И все, так вот очень просто, просто положиться на него. Надо просто видеть эту картину, в которой нам дают желание. Нас приводят в группу. Кроме этого, нам ничего не дают. И у нас есть инструктор, глава нашей группы. Он берет всю группу и время от времени продвигает к реализации этой цели. Все зависит от наших усилий, как мы формируем этот образ, эту картину. надо только видеть, что есть у нас. Группа подобна полноводной реке, на которую ты выплыл, раскрыл руки, ты плывешь и чувствуешь таким чудным ощущением. Что это такое? если сравнить это с футбольной командой. Мы, например, подобны рыбе, которая плывет против течения. Они поднимаются, перепрыгивают пороги и запрыгивают против течения. Какая у них сила вместная, сколько ты можешь впитать этой силы и вот эти товарищи, которые выпрыгивают, они могут дать тебе очень много сил. Там может стоять какой-то медведь, который ждет, и ты можешь прямо впасть ему запрыгнуть. Это те ангелы, которые творец рисует тебя. Если все, нет никого, кроме него, все, как я думаю сейчас, как я сейчас чувствую буквально внутри себя, то что же такое группа? В чем разница? Группа это путь творца, самый лучший путь, который творец предоставляет мне, чтобы я к нему приблизился. Это вот то самое удобное и мягкое место, путь, чтобы я приблизился к нему, нет никого, кроме него. Он устроил, чтобы у меня была группа, которая служит трамплином для прыжка к творцу. И если это трамплин для прыжка к творцу, то это то единственное место, то, где творец раскрывает руки, чтобы поймать себя, принять свои объятия в самом лучшем виде. Вот такое отношение должно быть к этому. Я скажу просто. Если творец добрый несущий добро, если творец милостив, если он заботится о своих детях, если творец тот, кто когда все, что он создал, должно достичь его уровня. И всегда у него постоянная забота, постоянная непрекращающаяся любовь к тому, что он создал, так я в точности также должен относиться к товарищам, к тому, что я вижу и чувствую находящимся передо мной в той же самой мере. И если я вижу, что мне не удается относиться именно через такой взгляд, как доброго несущие добро, то это то искривление, это как раз то, на что я должен попросить исправления. отношение к группе должно быть очень тонкое, деликатное, чуткое, чувствовать, где именно я могу быть помощью для товарищей в достижении цели группы. как я правильным своим отношением к группе подобно как в мозаике собираю творца. как я используя свое правильное отношение к группе собираю выкладываю творца объединяю с ним когда мы склеиваемся сливаемся друг с другом он и я внутри три группы я прошу говорить только из сердца и только исходя из объединения со всеми мы сейчас говорим от из сердца из поиска этого поиска этой точки в которой мы объединяемся в которой все наши устремления к раскрытию творца соединяются вот эта отдача объединения между нами именно с помощью этого мы выражаем место в котором мы раскрываем творца потому что мы пробуждаем зажигаем друг друга для этой взаимной работы и из этого между нами внутри нас раскрывается когда мы пробуждаем друг друга если сердцем я чувствую что я сейчас будто бы изнутри прилагаю усилия отыскать вас я буквально ищу в вас это чувство то что называется говорить исходя из группы в котором наверняка раскроется творец тогда я чувствую ответ на вопрос что любое внутреннее сопротивление относительно каждого из вас относительно этой тумана тумана относительно каждого из вас это просьба преодолеть это чтобы дал не знаю кто творец чтобы дал силы преодолеть это удаление каждому из вас и та разница то отдаление от каждого из вас это тоже отдаление от творца если я получу какую-то силу приблизиться к вам то в этом же раскроется тот самый та самая мозаика собрав которая почувствует творца так же как через действия твои постигнут себя то действиями объединиться ты можешь ощутить связь объединяющая нас сам поиск и сопротивление друг с другом именно приведут нас к раскрытию творца если говорить из сердца это очень трудно делать я как бы чувствую что только в группе можно постичь творца познать его но но каждый раз раскрываются состояния сложности с одной стороны с другой стороны нарастает ощущение что ничего не поделаешь здесь истина только так можно постичь познать творца прийти к свойству отдачи и просто стараться выйти вне себя как можно сильнее как можно больше в пользу группы иного пути нет самое чудесное происходящее сейчас и вообще на этом пути это тот факт что мы учимся и на деле реально чувствуем насколько сопротивление и недостаток связи насколько бегство увидеть товарища на самом деле и почувствовать по-настоящему ценными секунду назад ты обвинял товарища ты хотел расставить с ним выразиться и вдруг ну просто стоят на травке и над всем самым важным что проявляется и утончается что ты не понимаешь как это все связать и к чему это ведет понимаешь что ты должен приподняться над всем этим и взобраться выше всего происходящего это очень мощно я чувствую что все мы сейчас на этом семинаре все время пытаемся определить опознать объединение между даже уклоняясь немножко от вопроса но мы все время крутимся вокруг этой точки общей для нас и все время в течение всего дня пытаемся не убежать насколько можно и сейчас именно эти усилия с помощью которых мы продолжаем наращиваем тягу между нами показывает насколько эти старания помогают нам постепенно сделать так чтобы эта картина четче сфокусировалась перед глазами мое отношение в группе должно быть как часть органичного тела направленного к цели должно быть отношение мягкости относительно товарищей у каждого есть свое место все вместе мы единое тело совершенное невозможно обойтись без любого из нас и я думаю что если мы будем чувствительны к этой ситуации то сразу же сможем исправить тут часть в которой каждый ошибается потому что вместе это органичное тело можем вдохнуть в него жизнь я у меня так собрался этот вопрос примерно месяц назад я себе задал вопрос а что такое быть учеником рава что такое быть частью группы что значит быть находиться в этой группе которая является звеном в цепочке через тысячи лет эта цепочка пришла ко мне как дальше быть с этим все эти мысли всякие выяснения анализ все время в этом выяснении проясняется что я ничего не делаю все идет от творца он в ответе за мои мысли и действия так что же тогда он меня оставил что мне делать с этим кли с этой группой в которой я часть и в конце я пришел к такой форме ответа я лично просто пытаюсь сделать максимум ничего другого сказать не могу я просто пытаюсь восполнить все то что группа мне дает предоставляет она мне дает горькое сладкое доброе правду ложь массу вещей которые во мне воспринимаются через группу а я пытаюсь сделать я пытаюсь сделать тот максимум пытаюсь быть частью этого пытаюсь играть в эту игру лично я когда вот этим виндсервингом занимался не очень мне это нравилось а отец этим увлекался меня привлек я сказал хорошо я с тобой папа все надо я сделаю и вот так поставить себя в состоянии что я предоставляю себя группе и позволяю сделать то что надо из этого вырастает истинное понимание как стать частью этой группы это очень особая работа нашей целью раскрыть творца в группе с одной стороны человек должен приложить все свои усилия он должен попотеть выжать из себя все соки и каждый раз заново и отчаяние наступают раз за разом он встает вновь на ноги и пытается еще и еще раз и он приходит на каком-то этапе к тому чтобы все он ничего не стоит просто ноль и только тогда когда он чувствует что он сплошной ничто и ничего у него не осталось начинает раскрываться его сердце и он попадает в то место которое называется группа надо просто приложить все свои усилия до конца и раскрыть что иначе мы не можем иначе мы не почувствуем группу в себе повторяем вопрос каким образом я с помощью моего правильного отношения к группе как пазл мозаику лего собираю группу я и творец вместе в группе следующий вопрос что мы будем чувствовать в совершенном состоянии вот скажем я объединился с группой я просто чувствую в ней как одно единое целое тогда что я тогда чувствую раскрываю каким образом мы можем представить себе это состояние если мы стремимся к нему мы должны знать к чему какое есть в этом какие имеются в этом состоянии чувства мысли желания намерения я все-таки чувствую товарищей я еще что-то чувствую как тогда я ощущаю это состояние если мы достигаем совершенства что такое в моих глазах совершенство пожалуйста пожалуйста снаружи самое близкое что мне кажется близкое к совершенству это не расслышал не сидят ни секунды стараются дети они да, как дети они не сидят ни секунды они все время крутятся что-то делают что-то включают и готовы вытерпеть все, что угодно их отгоняют они готовы вытерпеть все это как как такой такой пистолет, который заряжен только касаешься его и все постоянно готовность с другой стороны готовы к любому отказу к любому витку который придется сделать это все внешняя картина внутренняя картина как мне кажется должна быть тоже достаточно близко к этой много чтобы множество уверенности, счастья надежности ведь у тебя все есть ты просто хочешь быть в состоянии быть частью быть важной группе отдавать ей и все это все, что ты хочешь если это у тебя есть внутри тогда это бесконечность я чувствую в тот момент когда этот скачок мы произведем чувство будет чувство огромной ответственности потому что мы уже выйдем из наших эгоистических хилим и группу будем чувствовать как единое совершенное целое как процесс как единый организм который в котором все зависит от меня есть вещи с которым я не имею отношения есть цель группы есть общая забота относительно каждого элемента органа и там где я могу вложиться помочь поспособствовать все это совершенство я вижу в качестве того что у меня есть возможность реализовать этот потенциал который в нас существует именно как единое целое я чувствую с одной стороны ответственность относительно всего этого дела с другой стороны не знаю не хватает слов я не знаю как ответить на этот вопрос я чувствую настолько далеким от настоящей реальности единственное что во мне проявляется скачет такое слово сомнение так же как у меня нет ни тени сомнения в том что каждую секунду я могу воспользоваться реальностью которая меня окружает ради себя с пользой ради себя так и в состоянии совершенства не существует никакого сомнения чтобы все в чем бы ты ни находился ни слова польза для того чтобы ты мог как бы быть полезен целиком и полностью ближнему потому что нет в этом никаких сомнений ни малейшего сомнения то есть сомнение может изменить направление это трудный вопрос я думаю то что нас отделяет от этого ощущения совершенства это поле внимательности которое мы создаем на любой отрыв отклонения самое маленькое от объединения от внутреннего объединения этого это буквально на расстоянии маленького шага от нас готовность к работе и просто надо это пробуждать из совместного общего участия и станет ясно что на каждый миг надо относиться к любому самому маленькому отклонению как самому грубому несоблюдению нет уступок ни в чем ни в чем в этом разница между нами и состоянием совершенства состояние совершенства как я его себе сейчас представляю когда вы все говорили я думал и не мог подобрать лучшего подобия чем как раз полная противоположность тому что я сегодня есть буквально вывернутая перчатка совершенно все мои заботы и состояние совершенства отдалены друг от друга вся моя преданность она вне меня преданность как бы и есть душевная духовная преданность вам и как бы и есть то место где может раскрыться творец как то свойство которое отдача в нас уже находится все это следует на отдачу на бесконечную отдачу в которой есть и радость и усилия и главным образом забота такая абсолютная забота о том что это сила что нет во мне не должно быть во мне никакой мысли о себе и просто чаяния о том чтобы в любом месте это продвилось в любом месте где все еще это до сих пор не исправилось то не та неисправленность которая во мне еще не произошла неисправлена я увидел как что-то как совершенно прозрачное как каналы по которым которые ничем не преграждают течению когда цель несущего добро раскроется и в этом находится вся наша жизнь в сплошном побеге в погоне за этим то есть мы всю нашу жизнь устремляем за этим это все что у меня сегодня есть и это абсолютно четко ощущается вне меня что внутри меня ничего этого нет есть еще столько всего я даже не знаю совершенство это не то что я чувствую я товарищи мир все вот как сейчас я забочусь только о себе я чувствую всех товарищей весь мир как часть себя это значит что я становлюсь миллиард раз больше как раз сегодня сказал все желания всех все мысли всех это становится мое частью меня нет у меня никакого выбора как сегодня я не выбирая должен заботиться только о себе так я чувствую всю реальность как свое вот нечто в этом роде совершенство не в нашем восприятии это состояние единого это состояние которое не знаю как описать я могу только попросить находиться в нем представлять состояние товарища как совершенное чтобы по-настоящему почувствовать их пылающие желания и как творец через них играет со мной говоря мне идем 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 мы здесь мы тебя хотим войди внутрь как они протягивают мне руку а мне нечего им отдать что я могу им дать и по мере моего старания видеть их все большими я чувствую себя все меньше относительно них и поэтому появляется такая естественная просьба к нему потому что я чувствую себя как самый последний кусочек той мозаики и мы можем объединиться друг с другом в таком беспрерывном течении в моей просьбе к нему для того чтобы отдавать им чтобы войти в них чтобы быть принятым ими и оставить их как можно более совершенными а себя как того которого нет ничего но позволившего творцу проникнуть в нас и в этом общем течении проявляется совершенство совершенство это то старание к объединению которое мне дается каждый миг предоставляется еще и еще возможность выйти из себя помочь товарищам почувствовать еще и еще товарищей чего им не достает все время восполнять то чего им не достает требовать наполнения для них только для этого я существую ни для чего иного и насколько мы продолжаем стараемся больше и больше вы не должны говорить друг за другом по очереди а так вот обсуждать вместе вы можете обсудить создание этого единого состояния это не обязательно чтобы говорить по очереди один за другим первый второй третий а можно вместе говорить главное чтобы в результате что-то бы получилось какая-то какая-то общая форма сколько времени каждый может говорить да не то что каждый сколько-то чтобы говорил я советую чтобы главное если вы хорошо чувствуете друг друга то не надо ограничивать время каждый сам почувствует сколько он может отдать другим не то что ему сейчас захочется философствовать слишком долго ну как бы объяснить попробуйте в конце концов чтобы у вас появилась единая картина не так что каждый что-то сказал и передал другому право голоса хорошо давайте так я задам такой вопрос если вся наша работа внутри группы кто-то записывает в каждом кругу пишут если наша работа в группе это достижение цели тоже в группе и творец раскрывается в группе что мы можем сказать о нашей работе во время подготовки во время лолишма и во время лишма если вся наша работа она в группе относительно группе мое отношение к ним объединение в любой ситуации в раскрытии отторжений приближений что же является временем подготовки временем лолишма временем лишма ну и время лишма тоже делится на отдача ради отдачи получение ради отдачи как вы все можете это представить в вашей работе в группе помогите друг другу не надо ждать когда один будет говорить потом второй вы все вместе можете выяснить прояснить эту ситуацию это важнее всего главное вместе я хочу начать я действительно объединяюсь с этим предложением орава чтобы не было монотонности говорить то что сердце чувствует ты можешь пожалуйста перечитать вопрос вся наша работа в группе и достижение цели и творца мы раскрываем только в группе то что мы можем относительно этого сказать о нашей работе что значит время подготовки время лёлишма время лишьма как это представить в работе с группой я думаю что если я стараюсь представить себе совершенство во время подготовки то мне кажется каждый из нас чувствовал точку такого совершенства и если мы сможем развитию мы сможем прийти к ощущению настоящего совершенства в тот день в ту секунду когда он раскрыл эту мудрость науку он почувствовал некую точку совершенства что-то совершенное абсолютное и очень сильное это как бы наполняет тебя нет никакой пустоты никакого свободного пространства не может быть что-то разное каббалисты описывают это как описывают кондиционер ты знаешь тебе холодно или жарко ты не не описываешь свой холод или холод я помню был в какой-то школе я помню как я точно понимал что происходит мне не нужно было чтобы меня объясняли чтобы мне что-то описывали это было оно то есть это есть ощущение мы получили это это подтверждение ощущения что такое совершенство отсюда мне кажется следует что во время нашей подготовки мы стараемся ощутить совершенство как то что мне хорошо когда я наполняюсь во время подготовки перехода из периода подготовки к раскрытию я понимаю что то раскрытие чудесное которое я получил я его передаю просто передаю когда я думаю что и все кто преподают в колледже и любое действие когда кто-то может что-то взять и передать полученное тобой совершенство может быть разница в том что во время подготовки есть желание постичь духовное для себя лёли шма мы уже ходим на этапе раскрытия на этапе подготовки товарищи еще не раскрываются насколько они велики ты это слышишь но это не совсем в чувствах ощутимо и мы начинаем чувствовать потребность товарища видим насколько они действительно такие насколько ты от них зависишь насколько внутри ты нуждаешься в раскрытии ты хочешь достичь для них быть в них добиться для них все это еще лёли шма это еще состояние не ради творца а в состоянии лёшма ради творца работа уже ради творца для творца может быть хорошо было бы создать какой-то такой такой диалог не так чтобы каждый говорил сам по себе мне так кажется во время подготовки мне кажется что весь период подготовки является целью привести человека чтобы в нем было буквально высечено на камни его сердца однозначно что невозможно представить себе творца иначе кроме как находящегося в товарищах что приблизиться к нему можно только через товарищей что самому в одиночку нечего искать что все что когда-либо появляется возможность достичь возможно только в группе и есть абсолютная связь как-то лодка наша общая когда ты не можешь допустить оплошность оплошности ты первенешь всех должно быть высечено в сердце каждого будет означать что мы закончили период подготовки и входим в лоли шма лоли шма заканчивается когда скажем на пике состояния человек может почувствовать что у него на 99 процентов проявляется ощущение что он все может сделать ради товарищей все раскрывается в товарищах он желает чтобы они раскрыли творца в себе это как та же перчатка у меня сейчас различные иллюзии что если что-то и может проявиться я желаю чтобы все это проявилось вниз и я пока уже может и согласен на мысль о том чтобы это было в нем но есть такой какой-то вредитель который внутри который крадет все в последнюю секунду и появляется мысль что я хочу чтобы что-то было ради себя и тогда ты приходишь к крику что должна быть сила по-видимому это творец что ты хочешь чтобы он исправил чтобы ты находился в совершенстве заботе о других и это должно раскрыться в них и товарищи должны продолжить лешма я бы хотел чтобы вы продолжили я не понимаю не чувствую это состояние когда в начале проявляется сокращение а потом действие начинается более активным то есть я работаю всей своей душой в мире в этом в конечном состоянии лешма у нас инструменты для продвижения в духовном после того как мы поняли что за инструменты как ими работать мы чувствуем эти инструменты тогда мы начинаем решать проблемы нашей природы лешма не ради творца то есть мы не делаем никаких исправлений в период подготовки на наше намерение практически период подготовки мы только изучаем когда приходим к состоянию ло лешма не ради творца мы начинаем делать исправление на намерение и после этого лешма это я себе пока не очень собирая вместе все о чем говорили товарищи мне вспоминается Баал Сулам как он говорит есть секунда до а потом появляется все остальное то есть для простых людей понимание о подготовке как говорил это что мы все еще проясняем килим это как существование целого мира и существует группа когда человек постепенно очищается от всего мира и его фокус концентрируется всей его жизни на группе ему становится понятно что в этом смысл его жизни это период подготовки когда он понимает что существует группа все остальное существует но не так то видно и ощущаемо и потом он начинает понимать в чем собственно эта игра это подобно нашим детям которых мы посылаем в наше вечернее обучение Малам где они постепенно начинают понимать что существует такое понятие как группа на котором концентрируется постепенно фокус их жизни и тогда проявляется то что мы называем лоли шма не ради не ради творца когда дети понимают что значит работать не ради группы тут еще вопрос конечно энергии и то что внутри заложен этот вредитель который постоянно внутри требует что-то для себя вопрос о том сколько энергии необходимо сколько каждый требует уважения почести и тому подобное сколько еще от этого всего очищаться это все работа в лоли шма а потом ты поднимаешься еще выше когда ты перестаешь различать мир на себя и не себя то есть подготовка это состояние которое вытягивает из человека все что как бы чернит ему весь мир и очищает основу мира как группу если он и остается только вопрос в чем где топливо для кого я работаю понимаю ли я нахожу ли я что направление в сторону посоха или в сторону нахаша змея то о чем мы вчера говорили и насколько это человеку становится ясно настолько он я хочу продолжить относительно горючего энергии в чем разница между тем что сейчас то состояние где каждый нас находится и то состояние где мы находимся на пике воодушевления на пике усилия относительно товарищей это ведь не вопрос телесный не состояние усталости это не внешние усилия внешние условия это все есть а здесь действительно в игру входит понятие горючего энергии насколько мы готовы работать относительно раскрытия в товарищах относительно того чтобы они получили эти силы когда я прилагаю усилия они получают силу и вот это вся усталость маленькое отягощение чуть меньше усилия чем максимум именно там вкладываться именно там мы получаем силы и я думаю это зависит только от осознания взаимозависимости насколько мы действительно действительно полностью зависимы друг от друга есть такая ложь такая игра когда игра смеются над человеком что у него есть ощущение он что-то должен получить он что-то должен сделать сам для себя своими силами а это просто как сказать вот спичка вспыхивает и гаснет и это вся жизнь человека он может только присоединиться к тому костру огню пламени которое все время пылает только в нем у него есть существование только для него он существует только там все раскрытия и весь его образ тоже только там я думаю что вперед подготовки это период общих правил игры изучение правил игры но во время этого периода подготовки я переживаю весь фокус нашего эго личного когда мы переходим к лолешма это происходит за счет группового эго когда мы переходим к лолешма может это только относить на творца то что мне приходит в голову я вижу что это связано описание материальных родов мы в таком вот состоянии перед первым ребенком ты проходишь курс подготовки и тебе описывают ситуацию что значит быть семьей ты начинаешь представлять воображать и понимаешь что когда это произойдет что это вообще не так где это не в том направлении ты бы ты представлял как что как и что ты получат этот как приятно жизнь с младенцем и так далее заканчивается период подготовки и вдруг наступает то чего ты так хотел и ты видишь что ты этого ли ты хотел там ничего нету там все не так ничто не подобно на то что ты воображал и ты становишься окей ничего не поделаешь засунуть обратно невозможно тыс и вдруг представляется это лишь мая это не то что я хотел но я это получил я с этим живу вдруг через некоторое время начинаешь быть счастлив совершенен ты не можешь себе представить как жил ты без этого где-то вообще раньше был как человек без детей это как ты стоишь утром ты не должен думать вообще это часть тебя и ты становишься таким и ты приходишь с работы но ты сильно заботишься обо этом давайте объединимся и поговорим немного о состоянии лишма давайте начнем начинайте товарищи продолжит состояние лишь ма ради творца я представляю себе с того первого дня как я попал в най барух я еще не понял куда я попал но мне сразу стало ясно что вы должно быть состояние лишь ма это было прекрасно и я думаю вы точно также себе это представляете вот так вывернутая перчатка или ты полностью свободен от себя в душе то есть это твои товарищи ты объединен с творцом ты просто смотришь на него как за гипнотизированный ты готов на все ради него это первый день сейчас он белый бедный ничего не успел сделать но тебя нет ты противоположен как или прежде описал как вывернутая перчатка но творец это твои товарищи это грубо это не где-то там что-то ты свободен от себя и это самый счастливый день в жизни человека с тех пор как создана эволюция продолжайте друзья хочу задать вопрос здесь две части есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи если мы говорим как прежде мы начинаем действовать лишь ма ради группы то в чем разница делать эти действия отдача ради отдачи или получение ради отдачи относительно группы этот статус я и так не чувствую желание получать сильно у меня и так есть я смотрю на реальность правильном виде все делаю лишь ма ради творца где же тут разница вот помогите я в чувствах представил себе это так может быть в направлении вопроса но не раньше если лишь ма это как вход в чрево матери в матку там ты начинаешь цепляешься прилепляешься начинаешь расти нара обрастаешь плотью и когда к нам добавляются еще желанием когда появляется это мое желание в котором я живу в котором я способен с ним вместе работать в том что называется отдачей и эта вещь расширяется эта группа я не знаю просто нет реальности в мире кроме товарищей это реальность это как бы расширяется как пятно чернил расплывается по бумаге захватывая всю бумагу это призма через которую я смотрю на товарищи с этим мы родились это разрастается захватывает весь мир и и вносит внутрь все время еще и еще до удовольствие творца не знаю тут из ума надо говорить я не могу я вот так представляю себе мне рисуется такая картина мне представляет состояние лишь мам ради творца как собрание накопление всей цепочки говорят что человек до того как умер вдруг перед глазами происходят события всей его жизни как фильм такой всей твоей реальность и всех картинок жизни и мне вдруг представляется лишь ма как внутреннее такое переживание вдруг накапливаются во мне все цепочка всех хаббалистов все знания вся эта система вдруг в один момент формирует во мне такое огромное ощущение такое сильно как бы собрали все наслаждения всего человечества за последних три тысячи лет все секунды счастья которые люди переживали сжали в капсулу и эту капсулу я проглатываю и чувствую это в один момент я вот так чувствую этот первый момент я вот так чувствую это Я чувствую все то, что сказали друзья, у меня собирается в такую картину. Я с ней согласен. Собираю ее в себе. И вот это ощущение отрыва. Есть полный отрыв. Полный отрыв от этого моего тела, от этого животного. Раф говорит, мы начинаем работать в группе из нашего первого исправления. Оно называется «Товарищу не делай того, что ненавистно тебе самому». Следующий за этим этап – возлюби ближнего, как себя. Не надо, может быть, торопиться, бежать к любви. Давайте-ка просним прежде, что означает не делать товарищу того, что ненавистно тебе самому. Как это реализуется? Как я должен это сделать? Мы находимся в каждом действии. Даже без действия мы производим действия. Ну так не участвуем. Или да, участвуем. Самое пассивное состояние – это тоже действие. Пассивное действие, где я не вкладываюсь, ничего не делаю. Все, каждый миг. Каким образом я проверяю себя по правилу ближнему, не делай того, что тебе самому ненавистно. Пожалуйста, начали обсуждение. Я проверяю себя относительно правилам. То, что ненавистно тебе самому товарищу, не делай. Раф говорит, можно исправлять товарища, перебивать его, формировать вместе. Главное, чтобы была живость обсуждения, чтобы была. И тогда вместе родится совершенное предложение, полноценное предложение. Состояние, оно очень чувственное. Я нахожусь в отношениях определенных относительно товарищей. И я прямо пойду к цели, а не в общем виде. Относительно группы и относительно цели, я каждый раз нахожусь в определенном формировании. Я хочу насладиться. Обычно самое грубое наслаждение. Или я хочу насладиться тем, что я себя наполняю, тем, что я воодушевляюсь от вас. Или я хочу насладиться тем, что я над вами. То, что ненавистно тебе, не делай товарищу. Или я хочу насладиться тем, что я ничего не делаю. Это еще больше. Не вкладываюсь в общие усилия. Это тоже включается в этом. Итак, в состоянии, то, что тебе ненавистно, не делай товарищу. Я не согласен ни с кем из этих состояний, ни с одним из этих состояний. Я не согласен. Я машу руками, ногами, кричу. Я не согласен. Я не готов быть в таком отношении к вам. Я обязан быть минимально. Хотя бы в состоянии не врежу. Не нарушаю, не мешаю. Я думаю, что в состоянии, то, что ненавистно тебе, не делай товарищу твоему. Я знаю, что я нуждаюсь в товарищах. И действительно, у меня все еще есть какое-то сопротивление. Но я достаточно отдаю себе отчет в то, что, несмотря на то, что я не могу полностью быть предан любви, я отдаю себе отчет, чтобы остановить себя и не вредить. Я хочу дать такую картину, попросить в центр поставить вопрос, чтобы вот это предложение сформировать. Я на этом конгрессе очень чувствую простоту. Мы часто говорим или лозунгами, или то, что мы читали. А каббалисты говорят, духовность – вещь простая. Давайте проще действовать и говорить. Мой вопрос к кругу нашему. Что нам ненавистно? Что нам ненавистно, как в группе? Нам не важно сейчас. Мы не выясняем здесь вещи. Мы пошли в магазин, нас кто-то разозлил. Что нам ненавистно, как в группе? Может быть, так не как группа, а как человек в пути. Что мне может быть ненавистно относительно товарища, в его поведении, в действиях? Может быть, мы, если точку просним, это весьма-весьма нам поможет найти выход из всего этого. Я бы как раз хотел продолжить, товарищи, то, что ненавистно группе – это то, что противоречит группе. Группа – это нечто совершенное. И нет там каких-то одиночек. И все, что против, наоборот, все, что за этого одинокого, за одного – это как раковая опухоль. Это то, что мешает. Не делай товарищу того, что ненавистно тебе. Это, по сути, необходимость тебе приподняться над собственной природой. Просто отмениться, перестать существовать. Никто тебя не видит, никто тебя не слышит. Не существовать ни в чем. Тебя вообще нет. Я дам практический пример один маленький. Например, я вижу товарища. Я знаю, что он великий. Я чувствую, что он великий. И мне… Я завидую ему. Это нормально. Но я должен… Должен хотеть быть, как он действительно. Не продавать его, а опустить, что он велик. И его опустить я стану больше него. Это не то направление. И, друзья, продолжайте. Я бы хотел вернуться к описанию этой образу Лишма, которую мы собрали ранее, прежде. Каждый товарищ есть сила. Он ангел, который перед тобой находится в этой сети всего совершенств, мироздания совершенного. Ты его можешь ощутить, жить им на том уровне, на котором он тебе открывается. И тогда, не делая, товарищи, то, что ненавист на тебе, означает, что во всех этих объединениях, которые перед тобой открыты, и ведь душа человека обучают его, ты действуешь через правила трепет, очень и очень осторожно. Не навредить связи отдача, которая существует между тобой и тем ангелом, посланным Творцом, который находится перед тобой, и зовут ли его Эли, или Ниф, или Амит, или еще как-то. Это не картина, которая передо мной, это картина, которая раскроется, которая идет вместе в той... ...вещенной от себе и во время родов, которые Эли описал, тебе открывается мир обратный. В нем, в том открытии может появиться еще такая категория, которая сегодня не существует Что делать? Ну не обижать вас? Ну ладно Есть слишком много, ну не знаю, может быть Алик обидится Но это не на животном уровне, совершенно на другом Это на уровне связи между душами Где каждый из вас является представителем Творца Это вектор любви, который я вижу только для того, чтобы тренироваться с ним Который имеет определенный статус Ни одно предложение я получил Не оставляй товарища в одиночестве Не делай товарищу то, что ненавистно тебе Как бы не оставляй его в одиночестве Чтобы все товарищи, никого из товарищей не оставляли в одиночестве Я вообще не помню вопроса Я хотел только сказать, что принимать участие Не важно сейчас О чем мы говорим, что именно произносится Мне как раз очень нравится этот семинар Первый семинар нашего Конгресса Когда все говорят, и ты прислушиваешься И вся эта тема, которая поднялась Весь этот водворот Весь этот такой Такая волна Такое течение, в котором все мы вместе Течем И вокруг Вот этого Вокруг единого вместе Нельзя, чтобы была тишина Товарищ, это две крайности Ненавистно мне Это Я молюсь, чтобы мне были ненавистны Мысли о себе самом То, что ненавистно мне Не делать товарищей То есть Это Момент трепета Точка такая Что есть Просто страшнейший страх Чтобы не повредить Не навредить Общей этой волне Чтобы я не нанес ущерба Вреда Тому общему усилию Которое здесь формируется Чтобы я не был дыркой В стенках лодки Я не могу, допустим Активно работать С желаниями товарищей Но я чувствую Здесь огромный трепет Не свалить товарищей Не свалиться самому В эти мысли Которые я просто ненавижу Я чувствую Что эти мысли Закабаляют меня Я не хочу ими пользоваться Относительно товарищей Ни в пренебрежении К товарищам Ни в отрыве От их мыслей Ни в том Чтобы желать их Вдруг использовать И так далее И тому подобное Эта мысль Мне просто ненавистна И я просто прошу Силы Не впадать в нее Чтобы не навредить Нашей взаимосвязи Хотя бы на таком уровне Пусть творец Мне даст силы С одной стороны Состояние Я прошу быть Пассивным Потому что Естественным образом По определению Я врежу Но быть пассивным Это на самом деле Суперактивно Что-то может Что добавит еще Краска Красок Что ненависно мне Это то Устремление Желание получать То есть не помещать Его В окружение То есть Не дать Товарищам Попасть в подобную ситуацию Ну к примеру Когда происходит что-то Что может привести Меня К тому Чтобы плохо подумать Товарищи Если я подумаю Что это может быть Могу быть Я Значит Не должно быть И с товарищем Такого Не может быть Такого Чтобы Моему товарищу Пришлось бы Думать И кому-то Навредить Нести зло Так же Как вот Делили Спросил Так же И Друзья Друзья Мне Мне очень Жаль вас Прерывать Наконец Через полтора часа Только вы начали Приближаться Друг к другу Так Тепло Такое Прошло Посмотрите Сколько Время Берет Найти Эту общую Волну Это Общее Ощущение Это Здорово Это Хорошо Мы Уже Сейчас Должны Выйти И Встретить Наших Товарищей Которые Приедут На автобусах Где-то Через полчаса Приедет Один автобус Потом Еще Каждые Полчаса Второй Третий Автобусы Потом Может быть Позже Будут Еще Мой вопрос Мы просто Должны быть Готовы Внезапно Прекратить И с радостью Выйти Принять Как наших Близких О которых Мы так Долго Думали И ждали Вопрос Следующий В чем Поручительство Которое Мы должны Дать Друг Другу В чем Именно Оно Реализуется В чем Именно Точно Реализуется Поручительство Одного Другому Без Без Которого Мы Наверняка Не Можем Удостоиться Раскрытия Творца Что Может Гарантировать Другими Словами Что Пообещает Каждому Один Другому Что Что Может Что Может Охранить Стоять На Страже Того Чтобы Он Мог Предоставить Это Другим Чтобы Он Был Уверен Что Он Достигнет Цели Потому Что Без Поручительства Мы Мы Не Сможем Создать Того Клей В Котором Раскроется Творец Чем Мы Должны Обязаться Друг Другу Пожалуйста Еще Раз Добавляйте Друг 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 Мы Общий Общим Чувствам От Сердца Это Точно Как Продолжение Прошлого Вопроса Это Понятно Что Мне Ненавистно Что Значит Не Делай Ближним Так В чем Я беру Обязательство Что Я Делаю Я Обязуюсь Что Все Время Это Как же И Приводит Нас Каждого К Такому Ощущению Невозможно Выдержать В этом Нужна Высшая Сила Чтобы Это Произошло Просто Должно Быть Ощущение Абсолютной Уверенности В Достижении Цели Каждый Взгляд Я Пытаюсь Излучать Из себя Величие Творца Величие Пути Совершенство Этих Состояния Я хочу Товарищей Видеть Как Совершенных Я хочу Видеть Великих Товарищей Совершенных Товарищей Перед которыми Я могу Отменить Себя Я Все Время Должен Играть И Излучать Это Состояние Обязаться Быть В полной Уверенности Что Эта вещь Все Время Находится Нету Вообще Никакой Капли Упоминания Тени Левой Линии Ничего Ни в чем Ни капли Ни грамма И мы Все Время Только Вперед Только От Вершины К вершине Продвигаемся Ощущение Поручительства В том Что В группе Есть Волны Когда Поднимается Одна Волна Другая Опускается Падение Подъем И Падение Ощущение Поручительства Это Когда Высшая Волна Набегает На Нижнюю А Нижняя Встречается С Высшей И Так Это Происходит Между Товарищами В группе Должна Быть Постоянная Уверенность Что Всегда Есть Что Высшее У кого Можно Взять И Высшее Тебя Не Оставит Высшее Не Оставит Это В Себе Он Должен Излить Себя Высшему И В Этом Точка Поручительства Чтобы Эта Волна Группы Реализовала Бо Себя Я Просто Чувствую Очень Сильно Всем Существом Своим Все Те Конгрессы Которые Были До Сего Дня Это Была Просто Подготовка Подготовка К Нашему Конгрессу Сегодня Я Не Знаю Что Произойдет После Конгресса Мне Понятно Ясно Мне Что После Этого Конгресса Мы Будем В Ином Состоянии В Другом Вообще В Чувствах В Мыслях Во Всем В Другом Просто В Другом Состоянии Все Предыдущие Конгрессы Были Подготовкой К Этому Все Признаки Которые В последнее Время Мы Видим Демонстрируют Это Показывают Нам Что Все Уже Есть Все Компоненты Мы Все Части Пирога Перед Нами Надо Только Сварить Из них Спечь И Сделать Создать Творца Который Даст Этому Пирогу Принять Нужную Форму Спечет Его Творец Спечет Его Сформирует Его А мы Вот это Усилие Наши Старания Создают Во мне С одной Стороны Радость Радость Очень Большую Я Просто Вижу Желание Творца Который Хочет Чтобы Это Наконец Произошло И Вместе С радостью Есть Страх Трепет Очень Большой Не Упустить Эту Возможность Не Утерять Ее Вот Эта Радость Вместе С трепетом Вместе Со Страхом Вот Это То Что Я Могу Вложить Это То Что Нечто Между Радостью И трепетом Вот Это Ощущение Между Двумя Этими Точками Вот Это Я Могу Постараться Дать Вам Я Был Б Очень Попросил Б Вот За Это Держаться Все Время Вот Так У меня Есть Два Момента Высказать Прежде Чем Я Отвечу На Вопрос Во-первых Я хочу Поблагодарить Вас Я Очень Рад И Счастлив Что Нахожусь В окружении Которому Есть Что Сказать О Таких Глубоких Понятиях В любом Другом Месте Ты Спросишь Что Означает Не Делай Другому Тоже Ненависть На Тебе Ты Получишь Ответы Другие Поразительно Насколько Мы Не Чувствуем Себя В Постижении Насколько Мы Чувствуем Что Вообще Ничего Не Достигли Но Если Ты Смотришь Какие Глубокие Понятия Насколько Глубокое Понимание Это Вообще Поразительно Что Мы Находимся Вообще В таком Окружении Я Не Знаю Какое Именно Поручительство Я Должен Гарантировать Товарищи Но Я Знаю Что Эта Форма Поручительства Должна Быть Подобна Поручительству Матери Своему Ребенку Иногда Я Могу Рассердиться На Свою Маму Она Может На Мене Накричать Но Это Не Имеет Значения Она Моя Мать Чтобы Со Мно Не Была Она Ко Мне Относится Буду Или Вдруг Я Попаду В Тюрьму Или Что То Плохое Случится Она Ко Мне Относится Также Когда Я С Вами Не Важно Что Происходит Когда Вы Со Мной Не Важно Что Происходит На самом Деле Это Хорошо Вот Вы Говорили Я Думал Как Я Отвечу На Группу И Всегда Ловился На Одной Точке Нет Шанса Что То Что Я Сейчас Скажу Что Я Еще И Сделать Это Смогу Я Полностью Завишу От Товарищей Я Поймался На Мысли Что Мне Понятно Что Вот Это Печать Которая Отпечатывается На Живой Плоти Что Я От Вас На 200 Процентов В Этом Завишу Единственное Что Мне Сейчас Приходит В Чувство Что Это Состояние Оно Ненавистно Мне Но Я Очень Хочу В Нем Быть Я На Конгрессе Нахожусь Для Вас А не Для Себя Вот Эти Слова Которые Мы Слышали В День Выезда На Конгресс Просто Впечатались В Чувство Насколько Это Не Естественное Состояние Насколько Это Состояние В Котором Они Хочу Быть И Насколько Это Правильное Состояние Это Тоже Насколько Вот Это То К Чему Надо Стремиться И Я Просто Прошу У Вас Сил Ни На Миг Не Оставлять Этого Не Впадать Другие Мы Кажда Капля Стараний Кройте Если Не На Миг Мы Не Убегаем От Усилия Раскрыть Творца Не Наполнять Себя Еще Раз Вот Это Проклятое Мое Кли Не Наполнять А Вместе Создать Нечто Новое Я Хотел Сказать Что Как Б Не Важно Что Происходит Было Много Конгресс До Этого Будет Еще Много Всего После Важно Что Происходит Сейчас Воспользоваться Каждая Возможность Которая Произойдет На этом Конгресс Чтобы Каждую Секунду По Настоящему Проникать Еще Глубже Все Больше Вглубь Нашей Связи Друг С Другом И Мне Очень Ощущается В этом Есть Конгресс Там Конгресс Если Ты Не Находишься В Внутренней Точке Ты Просто Не На Конгресс Ты Можешь Быть В Пустыне С Какими То Людьми Находиться Физически Внутри Конгресса Но Не Чувствовать Его Это Вот Это Обязательство Мое Обязательство Перед Каждым Чтобы Каждого Поддержать И Продолжать Поиск Играть Над Любыми Состояниями Которые Пройдут С нами Миллионы Состояний Как Бы От Нулевого До Замечательного Состояния Которого Мы Слышали Сегодня Утром Что Человек Хочет Просто Разрыдаться Относительно Товарищей Своим Братьям Поручительство В нашем Усилии Не Оставлять Ни На Миг Не Убегать От Стремления Прориться Внутрь Углубиться Просто Создать Такое Внутреннее Напряжение Иначе Ты убежишь На всю жизнь Вот здесь Тут Создать Между нами Такой Клавильный Котел Под давлением Чтоб Ты от Этого Проникновения Внутрь Не мог Сбежать Внутрь Внутрь Там Группа Там Конгресс Там Творец Не оставлять Внутрь Влезать И еще раз Это ответственность Это ответственность Каждого Быть ответственен За тем Чтобы поддерживать Поручительство Это зависит Абсолютно Тотально От каждого Человека Чтобы каждый Поддерживал Это Поручительство И только С помощью Товарищей Это как бы Две Противоположности Когда с одной Стороны Я делаю Для того Чтобы Товарищи Были Причиной Чтобы я Это мог Сделать С другой Стороны Они должны Меня Сделать Для того Чтобы Я был Свободен И я бы мог Так поступать Это как бы Две Противоположности Которые Только в таком Состоянии Можно совместить Если мне Не удается Совместить Так это Только потому Что это Во мне Это по моей Вине Потому что Если бы Я был бы Ответственен То наверняка Товарищи На меня Подействовали И так Поручительство Тема Поручительств Ай-яй-яй Какая Прекрасная Штука Смотрите Я приехал На конгресс В особом Состоянии Никогда В жизни Я в таком Состоянии Не был В каком-то Состоянии Вдруг Определ Как пенсионный Отдел Дал Пачку Сигарет Отдел Трансляции Чтобы все Было Хорошо Я не пришел Для себя Я пришел Увидеть Повидать Товарищей Постараться Дать им Ощущение Самое Радостное Самое Лучшее Самое Надежное Помочь Где Надо на Кухню Пошел туда Сходил Сделал Все что Надо Там Немного Надо было Ну хоть каплю Я могу Помочь Я сделал Может быть Тот Кто не знает Что делать Я включу Его В компанию Пенсионеров И мы Не мешая Никому Постараемся Помогать Где можно И Радовать Товарищей Если Нужна Помочь Конечно Помочь Пока Еще Спина Позволяет Принять На себя А пенсии Это пенсии Он запутал Меня Свои пенсии Я не согласен Чтобы мы уже выходили На пенсию Мое поручительство В том Чтобы Мы Предоставили Друг Другу Величие Цели И Величие Творца И Величие Группы Мое Поручительство В том Чтобы Мы Вместе Пришли К тому Чтобы Отчаяться От Всего Вклада Все Что мы Вложили За все Эти годы И Все Количество Которое Мы Вложили Но С радостью С радостью Что мы Действительно Делали Вкладывали Творили И Когда Мы Пришли К Совместной Просьбе Собъединение Между Нами Это Это То Что Мне Ощущается Это Такое Особое Поразительное Состояние Есть Все Ребята Надо Только Сделать Все Пропало Все Что Хотел Сказать Не Знаю Это Не Вопрос Памяти Это Вопрос Смыло Все Секундочку Это Может Быть Очень Хорошее Состояние Сорганизовать Все Что Я Хочу С Чистого Листа Начать Лай 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 Лай, ла, 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 л «Лай, ла, ла, ла…» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова